Она украдкой поглядывает на камеру и кажется немного смущается. Мама, человек не публичный, рассказывает дочь о Галине Трошиной. В этой семье Галина Петровна проживает с 2012 года. Соседи по площадке забрали ее к себе после того, как состояние здоровья 74-летней пенсионерки ухудшилось и возникли трудности с полноценным обслуживанием. Теперь Галина Петровна называют мамой и бабушкой, обязанности по дому делят поровну. Мы готовили в основном я, но она делает цветы там может полить, коту травку посадить. Никто ее не эксплуатирует, что она может в свои годы, она как бы то и делает. В подразделении Центра социального обслуживания Ленинского района Самары на данный момент 4 приемные семьи. В городе подобный центр есть в каждом районе, всего их 8. Заботиться о людях старшего поколения начали на старте нацпроекта «Демография». Необходимый уход и внимание уже получили 705 жителей нашего региона. Процедура оформления в приемной семье простая согласие с обеих сторон и справки из медучреждений об отсутствии инфекционных заболеваний. Ежемесячно лица, взявшие в семью человека преклонного возраста, получают дотации в размере 3000 рублей. Это, конечно, выход из положения. Самое главное, нашелся бы тот, кто это смог бы делать. Здесь очень хорошее условие, что для этого не обязательно быть трудоспособного возраста, например. Можно просто быть пенсионером и оформить такую же приемную семью. Сотрудники центров социального обслуживания не отмечают. Нацпроект «Демография» реализуется успешно. Трудности возникают с подбором кандидатур на роль так называемых приемных родственников. Пожилых берут в семьи неохотно. Зачастую преклонный возраст – это непростой характер и собственное мироустройство. В то же время, если у жителей Самары возникнет желание позаботиться о людях старшего поколения, нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин